Амброс Бирс Гипнотизер Для вас читает Мещеряков Артём Мои друзья, будучи в курсе, что я иногда ради развлечения занимаюсь гипнозом, чтением мыслей и тому подобным, нередко спрашивают меня, известно ли мне, что лежит в основе данных явлений. На такие вопросы я всегда отвечаю, что ничего об этом не знаю и знать не хочу. Я не исследователь, проникающий ухом к замочной скважине мастерской природы, чтобы потешить своё вульгарное любопытство и выведать секреты её ремесла. Меня не занимают материи, интересные науки, так же, как и науки нет дела до моих интересов. Несомненно, явления, о которых идёт речь, достаточно просты и, если чётко следовать за нитью рассуждений, не выходят за границы нашего понимания. Но что касается меня, то я непроходимый романтик и не имею желания разматывать этот научный клубок, ибо тайны прельщают меня куда больше, чем знания, и именно от них я получаю подлинное удовольствие. Когда я был ребёнком, многие отмечали, что взгляд моих больших голубых глаз устремлён не на других, а внутрь меня самого. Настолько их подёрнутая поволокой грёз красота туманилась безразличием ко всему происходящему в периоды, овладевавшие мной глубокой задумчивости. Рискую предположить, что в силу этого они изучали сакральный свет, таящиеся за ними души, для которой её собственные фантазии всегда были важнее, чем законы природы и материальная структура вещей. Всё вышесказанное может показаться эгоцентричным и не относящимся к делу, но я пытался объяснить, почему у меня столь скудные познания о предмете, занимающем такое важное место в моей жизни и неизменно возбуждающем любопытство большинства людей. Обладая аналогичными способностями, человек иного склада, несомненно, смог бы растолковать многое из того, что я расскажу далее без каких-либо комментариев. О своём необычном даре я впервые узнал в 14 лет, когда ещё учился в школе. Однажды я забыл взять с собой завтрак и на полуденной перемене с тоской наблюдал за девочкой, которая как раз собиралась перекусить. Подняв голову, она встретилась со мной взглядом и уже не могла его отвести. После секундного колебания девочка вдруг встала, подошла ко мне и с отрешённым видом поставила передо мной корзинку со своим завтраком, а потом развернулась и, не проронив ни слова, удалилась. Несказанно довольна, я утолил голод и выкинул корзинку. С того дня я уже сознательно не носил в школу завтрак. Девочка стала моим ежедневным поставщиком. Нередко, удовлетворяя естественную потребность в пище, её скромными припасами, я совмещал приятное с полезным, принуждая девочку пассивно наблюдать за тем, как я ем, и одновременно делая вид, будто предлагаю ей разделить со мной трапезу, в которой она на самом деле не принимала никакого участия. Причём девочка была в полной уверенности, что сама съела завтрак. Потом на уроках она плакала, жалуясь на голод, что очень удивляла учителя и забавляла учеников, прозвавших её ненасытной утробой, а я при этом испытывал совершенно необъяснимое удовлетворение. Несмотря на то, что такое положение вещей было во многих отношениях весьма удобно, необходимость соблюдать тайну тяготила меня. К примеру, передача завтрака должна была происходить в безлюдном месте, скажем, где-нибудь под сенью деревьев в соседнем парке, подальше от любопытных глаз. Я до сих пор краснею, вспоминая, на какие недостойные уловки мне приходилось тогда идти. Поскольку я всегда был человеком прямым и открытым, каковым и по сей день являюсь, вся эта мышиная возня стала изрядно напрягать меня. И если бы мои родители согласились отказаться от очевидных преимуществ нового положения вещей, я охотно вернулся бы к старому. В конце концов, я придумал, как избавиться от последствий моей гипнотической силы и составил вполне конкретный план действий, который вызвал в свое время немалый интерес, а та его часть, что была связана со смертью девочки, подверглась суровому осуждению. Впрочем, мой рассказ не об этом. В дальнейшем я в течение нескольких лет почти не имел возможности практиковать гипноз. Редкие небольшие эксперименты, как правило, заканчивались пребыванием в карцере на хлебе и воде, а то и вовсе поркой. И когда я уже собирался распрощаться со школой, доставившей мне столько маленьких разочарований, мой гипнотический дар, наконец, проявился по-настоящему впечатляюще. В тот день меня вызвали в кабинет директора, где снабдили цивильным костюмом, ничтожной суммой денег и многочисленными советами, которые, должен заметить, были гораздо лучшего качества, чем одежда. Поскольку ворота, ведущие из мрака этой тюрьмы к свету свободы, уже обрели реальные очертания, я внезапно пронзил глаза директора пристальным взглядом и через мгновение полностью подчинил его своей власти. «Вы – страус», – сказал я. При вскрытии в желудке умершего обнаружили изрядное количество неперевариваемых предметов, в основном деревянных и металлических. По заключению Коронера, непосредственной причиной смерти стала застрявшая в пищеводе дверная ручка. По натуре я хороший и любящий сын. Начиная свой путь в большой мир после столь долгого пребывания в изоляции, я не мог избавиться от мысли, что захлестнувший меня поток неудач проистекает из скупости моих родителей, решивших сэкономить на школьных завтраках. И не было никаких видимых причин к тому, чтобы ситуация изменилась к лучшему. По дороге между холмом Сокотаж и Южной Асфиксией на небольшом поле стояла в прежние времена лачуга, известная как логово Пита Гилстропа, который обеспечивал себе безбедную жизнь, убивая и грабя путников. По странному совпадению, когда этот предприимчивый джентльмен умер, путники перестали ездить по той дороге, и где тут причина, а где следствие, установить до сих пор не удалось. Так или иначе, но поле давно поросло сорной травой, а логово было сожжено. Направляясь пешком в Южную Асфиксию, где прошло мое детство, я вдруг увидел своих родителей, которые сделали остановку на пути к холму. Привязав лошадей, они завтракали под дубом, что рос посреди поля. Вид этой трапезы вызвал у меня болезненные воспоминания о школьных днях и разбудил спавшего в моей груди льва. Подойдя к провинившейся передо мной паре, они сразу узнали меня. Я выразил готовность присоединиться к ним, воспользовавшись их гостеприимством. «Этой еды, сын мой, хватит только для двоих». С присущей ему помпезностью, ничуть не изменившейся с годами, ответил тот, кому я был обязан своим появлением на свет. «Понимаю, что ты немного голоден, судя по твоему алчущему взгляду, но...» Закончить эту фразу отец уже не смог. То, что он принял за алчущий взгляд, было гипнотическим воздействием. Несколько секунд хватило, чтобы полностью подчинить его моей воле. Затем наступила очередь леди, на которую я потратил еще меньше времени. Теперь можно было выплеснуть годами копившийся праведный гнев. «Мой бывший отец», — сказал я, «полагаю, вам известно, что вы и эта дама уже не такие, как прежде». «Небольшие изменения, конечно, есть». Сомнение в голосе подтвердил пожилой джентльмен. «Наверное, это возрастное». «Если бы произошедшая с вами перемена была связана только с возрастом», — возразил я. «Изменились видовые признаки. На самом деле и вас, и эту леди уже нельзя отнести к человеческому роду. Вы не люди, а мустанги, дикие жеребцы, причем весьма недружелюбные». «Джон!» — воскликнула моя дорогая матушка. «Ты ведь не хочешь сказать, что я...» «Миссис Норовистая Кобылица!» — не дав ей договорить, торжественно произнес я, вновь бюравя ее взглядом. «Что правда, то правда». Едва эти слова слетели с моих губ, как она припала к земле и на четвереньках заковыляла к своему благоверному, а приблизившись, неистово завизжала и злопнула его в голень. Мгновение спустя он, также на четвереньках, уже улепетывал прочь, отбиваясь от нее ногами, то попеременно, то обеими вместе. Не уступая ему в упорстве, она явно проигрывала в скорости, мешало длинное платье, которое ей пришлось подтянуть повыше, чтобы оно ее не сковывало. Ноги их скрещивались и переплетались в воздухе самым невероятным образом, периодически сталкиваясь при встречном движении, отчего оба, теряя равновесие, беспомощно падали на землю, но тут же снова бросались в бой, оглашая округу нечленораздельными воплями точно разъяренные звери, каковыми они и были. В безумной схватке они описывали круг за кругом, нанося ногами разящие удары, подобные молниям из облака, венчающего нимбом горы. А потом сходились друг с другом на четвереньках, упирались коленями в землю, чтобы освободить руки, и в неуемной злобе довольно неуклюже пускали в ход кулаки. Однако долго удерживать вертикальное положение не могли, и без сил опускались на четыре опоры. Во все стороны летели куски земли, гравий, клочья травы, одежда, волосы, лица были сплошь покрыты пылью и пропитаны кровью. Наносящий удар издавал нечленораздельные крики гнева, получающий стонал и хрипел, задыхаясь. Столь бравых вояк не видывали ни Геттисберг, ни Ватерлоу. Доблесть моих дорогих родителей в жестоком бою навсегда останется для меня источником гордости и удовлетворения. В конечном итоге два избитых, оборванных, окровавленных, покалеченных символа бренности бытия официально засвидетельствовали, что человек, инициировавший это сражение, стал сиротой. За нарушение общественного порядка меня арестовали. И вот уже 15 лет, как мое дело рассматривает суд формализма и пролонгации, хотя адвокаты прилагают титанические усилия, чтобы передать его в суд до следований и пересмотров. Я описал лишь несколько из основных моих экспериментов по применению таинственной силы, известной под названием «гипнотическое внушение». Верно ли, что какой-нибудь дурной человек может использовать эту силу для недостойных целей? Не мне судить. Для вас читал Мещеряков Артём. Что ж, если вам понравилось, я попрошу вас подписаться на мой канал, поставить лайк под этим видео, написать комментарий и нажать на колокольчик, чтобы вам приходили уведомления о новых аудиокнигах. Кстати, все MP3-версии аудиокниг я заливаю в мой телеграм-канал и на бусте, так что подписывайтесь. А я желаю вам добра и до новых встреч, друзья!